Но на самом деле нужно подумать, а что мы подразумеваем под самими понятиями духовность и нравственность. И вы, наверное, могли убедиться, что подчас понятия духовность и нравственность мы употребляем как взаимозаменимые. Может быть, иногда это бывает и верно, но на самом деле, когда вот так поставлена тема и по существу, это понятия совсем разные. И, вы знаете, очень важно здесь поговорить об этом. Что мы подразумеваем под духовностью? Если мы обратимся к нашим энциклопедиям, к нашей литературе, которая посвящена культурологическим проблемам, то мы увидим там, что под понятием духовности подразумеваются такие вещи. Это культура поведения, интеллектуальное развитие, эстетические вкусы воспитания, глубина и широта познаний. Вот эти все это вещи, это все духовные, относятся к духовности. Духовным мы называем часто человека, который много читает, много знает. Вы знаете, что в православии понятие духовность имеет совершенно другой смысл. Совсем другой смысл. Даже понятие духовность. О нравственности еще поговорим. Когда мы говорим о православном понимании духовности, то тем самым мы указываем на источник этой духовности. Само слово «духовность» своим коренным корнем имеет что? Дух. Кто же есть первичный дух? Ну, естественно, Бог. Мы все в плоти. И даже если духи, которые есть, это только духи, а единственный источник всего бытия и духовного, и материального является Бог. Так когда мы говорим о духовности человека, если хотите о духовности книги, о духовности произведения, о духовности деятельности, то мы говорим о подобии Богу вот этого нашего состояния. Православие, оказывается, под духовностью, разумеется, Богоподобие. В чем же? Весь вопрос сразу – а кто такой Бог, которому можно быть подобным? И можно ли вообще, в принципе, быть ему подобным? Эта тема очень интересная. И знаете, с какой точки зрения? В Евангелии мы находим, например, такие слова. «Будьте совершенны, как Отец ваш небес и совершен есть». Отец – Бог. Вы должны себе представить, многие не могут себе даже представить, какая-то кощунственная фраза с точки зрения религиозных представлений, которые имели место в дохристианскую эпоху и после христианства, но вне его. Быть подобным Богу – вы что? Разве это можно? Бог – это бесконечность, это власть, это могущество. И вдруг человек – будьте совершенны, как Бог. Христианцы – это единственная религия в мире, которая сделала такую потрясающую, я бы сказал, заявку. Христианцы смотрят на человека не как просто на тварное существо, как на дно из творений, а на то существо, которое по самой природе своей является образом самого Бога. Если хотите, подобием самого Бога – это, скажу сильнее, это человек, это Бог с маленькой буквы. Никогда в истории человечества такого не было. Еще раз повторяю, кощунственно даже представить себе было религиозному человеку, религиозному человеку, не христианину, чтобы он мог даже помыслить о том, чтобы быть подобным, быть совершенным, стремиться к тому совершенству, как Бог. Только христианство открыло это. Что значит «открыло»? Вот мы привыкли часто к этим словам, как «открыло». А на самом деле, откуда такое открытие могло иметь место-то? Откуда оно могло? Ведь окружающий мир, времени, эпохи, возникновения христианства – этого совсем не знал. Апостолы, которые проповедовали, были люди не очень-то грамотные, ну, рыбаки. Если уж сейчас мы так, иногда снисходительно говорим о рыбаках, то тем более в те времена. Это же не какие-то книжники, то есть профессора. Это рыбаки были. Добывали хлеб насущной, ловлей рыбы. Откуда они-то могли взять такую мысль? А они записали? Правда, они сами сказали – это не мы. Это Христос сказал это. Интересно, откуда Христос взял? О Нем же самом говорили, Он же не учился. Откуда у Него вдруг такая премудрость? Я почему обращаю внимание на этот небольшой момент? Он является одним из многочисленных таких моментов, свидетельствующих о чем? Что христианство по самой природе своей, как религия, как, если хотите, система убеждений и верований, носит характер внеземной, то есть происходящий не из земных корней, не из человеческой психологии, не из человеческих источников. И вот сейчас я проиллюстрирую это еще на одном примере, который как раз нужен нам по данному вопросу. Мы говорим, что духовность с христианской точки зрения – это подобие Богу. Кто же такой Бог в христианстве? Человечество верило в Бога изначально. История религии, история науки, вот той науки, которой мы все соприкасаемся и, кажется, немножко что-то знаем. Если мы обратимся к истории в плане научном, истории религиозного сознания человечества, то знаете, какой потрясающий вывод? Удивительный факт. Оказывается, все человечество, все, насколько только достигает его историческая наука, всегда было религиозным. Не было ни одного атеистического народа. Встречались единицы атеисты. Даже в Библии мы находим интересную фразу. Правда, такая не очень благозвучная, но свидетельствующая о многом. Я проведу ее по-славянски. Рече безумен в сердце своем. Своем по-славянски. Несть Бог – нет Бога. Уже тогда были, как оценивались они, с точки зрения всего народа, всего менталитета общества, безумен. Народа атеистического ни одного не зафиксировала история. Это поразительное явление. И каким же представляло себе Бога человечество дохристианского мира? Может, это нетрудно выяснить. Сейчас наука достаточно выявила этот вопрос. И здесь характеристики или свойства Бога, или богов, в которых верили, совершенно однозначные. Или это самое элементарное верование. И тогда Боги, ну, олицетворяли собой и те или иные, ну, свойства человека, или страсти человека, или добродетели человека, там, богиня любви, бог войны, бог торговли. Ну, помните вы это из греческой и римской мифологии. Да. Или же, если речь и шла об одном, даже Боге, о едином, какими чертами он наделялся? Кто это он был? Это Бог. Или ум, то есть мудрость, разумность. Бог, Творец. Высшее же, чем наделяли. И сейчас, я вам это скажу, и сейчас даже наделяет высшее, что видят в Боге. Это справедливость. Это понятно. Чего больше на земле, всего больше на земле, наверное, все согласятся, несправедливости. Естественно, это желание человека этой правды, этой справедливости. И божество наделялось именно этим. И это был предел. Бог, понятно кто. Это высший разум. Это Творец. Это справедливое существо, которое установит порядок. Одних помилует, других казнит. И все будет сделано так, как мы, кажется, все жаждем. Христианство, опять-таки, заявило такое, чего никогда в истории не было. Никогда просто не было в истории. Христианство сказало, что да, да, Бог, конечно, это премудрость, верно? Да, да, Бог Творец, конечно. Да, Бог правды, но... И еще какое но? Больше всего этого зала. Нет, когда мы говорим о справедливости, то особенно вот сейчас, в наше-то время, легко указать на ту аналогию, которая покажет тогда само несовершенство такого Бога. Самые справедливые. Что сейчас самые справедливые? Кто сдавал экзамены там на вождение автомобиля? Компьютер, железка! Не обманете и не проведете. Нажали не ту кнопку. Все, в следующий раз дадите. Справедливость – это, оказывается, не то. Христианство заявило, что высшим свойством божества есть ничто иное, как любовь. И только любовь. Христианство говорит, что Бог – это любовь. Вы подумайте только. Вот мы настолько привыкли сейчас к этому. Любовь, любовь и все – любовь. И очень часто говорим, что Бог – любовь. Привыкли к этому. А только представьте себе, чем это явилось. Это потрясающая была революция. Бог – есть любовь. А как же грешников надо наказать? А негодяев надо казнить? Это что ж такое за любовь? Любовь ко всем? Любовь ко всему? Христианство говорит, Бог – есть любовь. Правда. Требуется маленький комментарий. И, по-моему, понятный для каждого человека. Представьте себе такую вот мысленную, что ли, картинку. Инопланетянин смотрит. Смотрит. Идут два человека. Приходит в какое-то здание. Там их встречает человек в белом халате, от которого зависит судьба этих людей. Смотрит. Странно. Одного человека предписывают ему на курорт, усиленное питание, отдых. Инопланетянин понимает. А, ясно. Этот человек, наверное, очень праведный. Очень угодил ему. Другого немедленно раздеть на стол и ножом режут. Но этот насолил, наверное. Правда? Это, наверное, какой-то злодей, не иначе. Так думает инопланетянин. О, если бы инопланетянин. Так думаем мы. У него сгорел дом. Так ему и надо. Он такой и есть. А у меня, слава тебе, Господи, все хорошо. Как у тебя? Слава Богу. Вы когда-нибудь слыхали, что человек сказал? Да, слава Богу. Ногу сломал. Что-то такое я не слышал что-то. Слава Богу, дом сгорел. Никогда что-то невидно не слышал. Как мы понимаем, оказывается, христианство что говорит? Этот человек в белом халате. Он поступил по любви. И к тому, и к другому. У первого только, которого послал на курорт, был туберкулез. Легких туберкулез. Ему нужен сосновый воздух, питание. У второго, которого на стол под нож, острый аппендицит. Все разрешается просто. Оказывается, любовь была и в том, и в другом случае. И в том, и в другом случае. А не было этой справедливости. Вы слышите? Первый праведник – ему по справедливости и награду. Второй грешник и преступник – ему по справедливости и наказание ножом его. Нет. Какую истину открыло христианство? Бог есть любовь. По отношению к каждому человеку, в зависимости от состояния человека, от состояния, о котором еще поговорим, оказывается, требуются и разные способы лечения. Бог – это есть величайший врач. Врач номер один. Но который поступает не из принципа справедливости. Он не спрашивал, почему у этого переломаны руки и ноги, например, ему надо делать операции. Неважно, виноват он, не виноват. Ему делают операцию. Как и врач не спрашивает. Машина его сбила. Или он сам, так сказать, напился и переломал себе все. Врач сделает операцию. Бог есть любовь. Поразительная вещь. А не справедливость. А вы знаете, какая при этом интересная вещь? Вот мы говорим «Бог – Бог». И нет сомнений, кто такой Бог? А, это вот там. Правда, на какой планете точно не знаю. Но это какое-то существо, которое смотрит оттуда на всех так, чтобы сделать с кем. Я скажу очень, может быть, сильное слово. Бог не существо. Он – дух. Закон тяготения – это что, существо? Или что это? Это некий закон, мы говорим. Где он? А вот здесь. Все подчинено ему. Мы все находимся в его действии, в действии этого закона. И поэтому, если мы будем себя вести благоразумно, не будем прыгать с пятого этажа, а будем ходить ножками по лестнице, все будет хорошо. Но если кто-то вздумает парить в воздухе, как птица, ну, что делать с человеком? Ну, придется потом уж его везти кое-куда.